Примерно 11,5% заболевших коронавирусом дети. Эта цифра почти не меняется, как и способ заражения. Инфекцию передают взрослые в домашних условиях. Всего 84 ребенка за этот период у нас были инфицированы и у них подавляющего количества единичные случаи были. Это помимо инфицирования еще и признаки пневмонии были. Поэтому течение заболевания легкой степени тяжести. А как быть здоровым детям? Один из главных вопросов. Когда школы вернут к обычному режиму работы? Ответ от Роспотребнадзора в последнюю очередь. Только когда край будет соответствовать всем параметрам для ослабления ограничений. Определены основные три показателя. Первый показатель это коэффициент распространения инфекции, который вычисляется как среднее значение по количеству людей, сколько заражает один заболевший. Второй показатель это наличие свободного коечного фонда. И третий показатель это охват населения тестированием. Именно когда по всем этим параметрам ситуация станет благоприятной, заработают и больницы. Пока, по словам Дмитрия Попова, 7-10 дней после праздников будут смотреть на статистику. Если роста заболеваемости не будет, поликлиники начнут поэтапно возвращать в работу. Но вероятно, это случится не раньше июня. Андрей Дреер, День с толком.